Дорогие друзья, коллеги, добрый вечер. Приветствую всех, кто собрался сегодня здесь, в виртуальной студии образовательного центра Формомед, для того, чтобы обсудить заявленную на сегодня тему, посвященную препаратам вазодилататорного действия. Я хотел бы начать этот наш сегодняшний разговор с того, чтобы вспомнить наше довольно давнее исследование, которое было посвящено венодилататорным свойствам нитроглицерина, точнее говоря, поиску венодилататорной скорости инфузии нитроглицерина. Но для того, чтобы об этом поговорить, мы должны вначале вспомнить классификацию вазодилататорных средств, сосудорасширяющих средств. Ту классификацию, которая существует в книгах, которая существует официально, которую мы с вами должны воспроизводить на экзаменах, если до этого дела дойдет, да? И выглядит эта классификация вот каким образом. Посмотрите, пожалуйста. Ну, как только что прозвучало в рекламе компании Формомед, касавшейся изосорбидоденитрата, да? Нитраты и сиднонемины считаются венозными дилататорами, так надо говорить. Все остальные вазодилататоры, кроме нитропруссида натрия, являются артериолярными дилататорами. Это и ганглионарные блокаторы, и альфа-1-адреноблокаторы, и бета-2-адреномиметики, и пуриновые препараты, селективные и неселективные, и ингибиторы ангиотензин превращающего фермента и фосфодиэстеразы, и блокаторы рецепторов ангиотензина, и блокаторы медозолиновых рецепторов, и блокаторы кальциевых каналов. И миотропные спазмолитики типа папавирина и ножпы, которые по сути дела тоже антикальциевые препараты, и кальциевая обманка ионы магния, это все артериолярные дилататоры. А вот нитропрусид натрия занимает некое особенное положение над схваткой, являясь комбинированным артериоловенулярным дилататором. Вот так выглядит официальная классификация. Ну, естественно, у нас 20 лет назад не было никаких оснований этой официальной классификации не верить. И мы поставили перед собой задачу на кафедре, увидев, насколько широк рекомендуемый в практике темп инфузии нитроглицерина. Посмотрите, в литературе мы нашли скорости инфузии, рекомендуемые, от 0,07 до 7 микрограммов на килограмм массы тела в минуту. Представляете? Я не знаю другого такого препарата, у которого диапазон 100-кратный между двумя дозами, применяемыми в клинической практике. 100-кратный диапазон. Мы поставили перед собой задачу попытаться найти все-таки тот диапазон, ту скорость инфузии нитроглицерина, при которой он реализует свои свойства именно венулярного дилататора, именно венодилататора. Мы предполагали, что раз для нитратов считается специфическим эффект венодилатации, расширение венул, то, наверное, малые темпы инфузии должны вызывать венодилатацию. А по мере того, как темп инфузии будет увеличиваться, разумнее было бы предположить, что вот тут будет добавляться дилатация артериол, как не специфический эффект. И при очень высоких скоростях, наверное, мы подумали, будут расслабляться гладкие мышцы всех сосудов, и тут уже ни о каком специфическом венодилататорном эффекте, наверное, говорить не приходится. Ну, мы подумали, что, наверное, вот для того, чтобы обнаружить венодилататорный темп, нужно крутиться в районе скорости 0,07-07 микрограмма на килограмм в минуту. Но в первой группе, которую мы сформировали для таких испытаний, состоявшую из 10 добровольцев-анестезиологов, включая вашего покорного слугу, наши аспиранты вводили нитроглицерин с начальной скоростью даже 0,01, не 0,07, а 0,01 микрограмма на килограмм в минуту. Мы решили посмотреть эффекты очень маленькой скорости инфузии нитроглицерина, 0,01 микрограмма на килограмм в минуту, с помощью, конечно, неинвазивных все-таки методов мониторинга, с помощью импедансной кардиографии, реографии с компьютерной обработкой сигнала, электрокардиограммы, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления с помощью манжеточного осциллографического метода. Что мы получили? Получили очень неожиданный для нас результат, скажу честно, прежде всего потому, что, как вы видите на этой картинке, уже первая скорость инфузии, 0,01 микрограмма на килограмм в минуту, привела к нарастанию ударного объема, причем статистически достоверному нарастанию ударного объема. Вот это было для нас совершенно неожиданностью. Поскольку, как вы понимаете, ну мы посмотрим на это более подробно на диаграммах, да, но, как мы предполагали, поскольку венодилатация означает снижение венозного возврата, мы ожидали прежде всего получить, конечно, уменьшение ударного объема, может быть увеличение частоты сердечных сокращений, а получили совершенно другой результат. Посмотрите, с самой первой скорости началось нарастание ударного объема, по мере того, как мы увеличивали на одну сотую, две сотых, три сотых, четыре сотых, пять сотых, это нарастание все продолжалось и продолжалось. И с самой первой скорости началось снижение общего периферического сопротивления. Ну, вы помните, что вены и венулы вносят в общее периферическое сопротивление сосудов большого круга вклад, равный всего лишь примерно 15%, а в основном, конечно, все-таки, общее периферическое сопротивление составляют артериолы. И вот это было для нас, безусловно, неожиданностью. Но как отчасти неожиданностью оказалось и то, что, несмотря на эти заметные эффекты, падение ОПСС и нарастание ударного объема, только на скорости 1 десятая, на 10-м испытанном нами темпе, начала нарастать частота сердечных сокращений. Во всяком случае, она стала статистически значимо отличаться от изначально измеренной. Вот это было для нас неожиданностью. Почему? Потому что, в общем, мы достаточно хорошо представляли себе ожидаемые эффекты. Мы понимали, что если мы уменьшим преднагрузку, в результате снижения преднагрузки у нас должен снизиться ударный объем. Причем ударный объем должен снизиться, прежде всего, за счет уменьшения конечно-диастолического объема, как если бы мы вот на этой диаграмме переходили от петли 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. К петле 1, 2, 3, 4, да? Большее снижение конечно-диастолического объема, конечно, да? Чуть-чуть меньшее снижение конечно-систолического объема. При неизменной сократимости, вроде бы нитроглицерин на сократимость влиять не должен, да? Ну и таким образом уменьшение ударного объема мы ожидали. Уменьшение конечно, но никак не увеличение. Уменьшение ударного объема, уменьшение фракции изгнания при переходе здесь справа налево, да? На этом графике. А получили мы то, что нужно было, то что можно было бы получить при снижении постнагрузки. Потому что при снижении постнагрузки, как вы понимаете, за счет уменьшения сопротивления потоку, за счет уменьшения сопротивления выбросу левого желудочка, как раз мы и можем получить нарастание ударного объема. Мы это понимали. И вот это было для нас неожиданностью, что при самой малой скорости введения, испытанной, такое впечатление, что сердце испытывает влияние снижения постнагрузки. Ну, мы подумали. Понятно, нам скажут это все потому, что вы испытывали на здоровых лицах. А вот если вы возьмете пациента, в котором показана инфузия нитратов, вот здесь-то как раз все будет нормально, и вы получите венодилатацию. Поэтому мы взяли в исследование вторую группу. Это были пациенты обычных отделений реанимации с общепринятыми показаниями к инфузии нитроглицерина. 23 человека таких было набрано. Понятно, что мы не включали в исследование тех, кто изначально требовал катехоламиновой поддержки кровообращения. Ну, и проводили мы примерно такой же опыт, как и в случае с добровольцами-анестезиологами. Мы начинали инфузию нитроглицерина. Прежде чем начать ее в целевом темпе, назначенном больному, мы начинали пробовать вот с этих маленьких темпов, с одной сотой. Мониторинг также, как и в первой группе, был неинвазивным. Сразу должен вам сказать, что мы увидели некоторую разницу в гемодинамических реакциях этой группы. Ну, в частности, ударный объем, ударный индекс в данном случае, да, на графике, начал нарастать не с темпа одна сотая, а с темпа четыре сотых, как вы видите, статистически достоверно. Общее периферическое сопротивление начало снижаться с темпа не одна сотая, а две сотых, да. Ну, и раньше появилась тахикардия. Тахикардия появилась, скажем, увеличение ЧСС достоверное появилось на темпе четыре сотых микрограмма на килограмм в минуту. То есть, мы получили, по сути дела, тот же самый результат, но только немножко оттянутый в сторону более высоких доз. Ну, мы подумали, что если мы опубликуем две такие группы, нам скажут это все потому, что вы использовали неинвазивные методы мониторинга гемодинамики. Вся эта ваша реография, это все ерунда. А вот если бы был сванганц, вот тогда бы мы увидели подлинную картину. Ну, и, конечно, мы не удержались от того, чтобы взять третью группу пациентов на катетерах сванганца. Это были пациенты отделения кардиохирургической реанимации нашей на Кирочной, в главном здании медицинской академии после дипломного образования тогда еще, а сейчас СЗГМУ имени Мечникова, которые перенесли без осложнений операции ревоскуляризации миокарда, после операции получали инфузию нитроглицерина с различной скоростью. Ну, и поскольку на следующий день обычно мы таких пациентов переводим из отделения, мы поступили таким образом с этими семью больными. Мы выключали инфузию нитроглицерина, не убирая еще катетер сванганца. Потом давали им всего лишь два темпа, 0,05 и 0,1 микрограмма на килограмм в минуту, фиксировали разницу показателей. У этих пациентов были артериальные катетеры, поэтому мы могли смотреть прямое АД, мы могли смотреть, естественно, ЦВД через интродюсер сванганца. Ну, и тут уже у нас было гораздо большее богатство, конечно, информации. Ну, и формально безупречный метод измерения сердечного выброса. Давайте посмотрим, что получилось. Ну, посмотрите. Ударный индекс. Крайний правый верхний график. Оказывается, что на темпе 0,05 этот показатель уже нарастал, причем статистически достоверно нарастал, заметно, и еще больше увеличивался на темпе 0,1. То есть, рост ударного индекса – это самое постоянное явление у этой группы больных, которые получают вот такую терапию невысокими дозами нитроглицерина. Точно так же снижалось общее периферическое сопротивление. Верхний левый график, да? Оно падало, причем оно падало уже на темпе 0,05, и еще больше снижалось на темпе 1,1. Также точно и общее легочное сосудистое сопротивление снижалось. Статистически достоверным это снижение становилось на скорости 1,1. Но тенденция к снижению отмечалась уже при темпе 0,05 микрограмма на килограмм в минуту. И посмотрите, что самое интересное. При том, что частота сердечных сокращений у этих больных не претерпела статистически значимых изменений. Цифры остались на одном уровне без достоверной разницы. Но даже на скорости 1,1, когда уже на самом деле падала преднагрузка, действительно, посмотрите, причем и центральное венозное давление, и давление заклинивания легочной артерии снижались. Обе эти величины. Но и на этом темпе 1,1, когда наступало достоверное снижение, ну, во всяком случае, прессометрической преднагрузки, все-таки влияние на сердечный выброс, на ударный объем крови в большей степени оказывало снижение постнагрузки. Потому что если бы превалировало снижение преднагрузки, мы понимаем, что это было бы уменьшение разовой производительности сердца. Что же такое получается? Почему так? Откуда это противоречие? Почему во всех книгах написано, что нитраты венодилататоры, за исключением сочетанного вазодилататора нитропруссида. А на практике мы видим что-то совершенно другое. Вы знаете, на самом деле, внимательный анализ литературы позволяет понять, почему так происходит. Но прежде всего, в основе представлений фармакологов лежит тот опытный метод, которым они пользуются. Как они делают? Они вырезают полоски из стенок артерии и вену экспериментальных животных, но чаще всего у кошек. И дальше смотрят, как происходит релаксация полоски стенки артерии и полоски стенки вены в растворах различных концентраций разных вазодилататоров. И вот оказывается, что в растворах нитроглицерина гораздо раньше происходит дилатация вены, то есть вена расслабляется, стенка вены расслабляется при гораздо меньших концентрациях нитроглицерина, чем стенка артерии. Как это можно объяснить и почему то, что так происходит ин витро, не означает, что так происходит ин виво? А очень просто. Дело в том, что уже в работах начала 60-х годов, в частности в работе Бьерна Фолкова и Свена Меллендера в американском журнале «Сердце» было показано, что артериолы управляются в основном гуморальными факторами. Для артериол, как говорил Иван Петрович Павлов, кранов сосудистой системы, вентилей сосудистой системы, основной рабочий код метаболический. Они работают по сигналам метаболических стимулов. Дегранулировала тучная клетка от того, что ей плохо, от того, что гипоперфузия наступила. Артериолы расслабляются, наступает так называемая роскошная перфузия, все вымывается, да? И таким образом поддерживается адекватность локальной перфузии. А вот венулы, тонус венул, в большей степени находятся под нейрогенным контролем. Потому что, как вы помните, в венах, в емкостном отделе сосудистого русла содержится резерв главного командования, наш волемический резерв. И как только организм начинает терять объем, как только наступает гиповолемия или тенденция гиповолемии, наступает веноконстрикция малых вен и венул, и пассивное спадение изменения формы просвета крупных вен, которые не могут активно сократиться ввиду слабости мышечного компонента стенки. Таким образом, смотрите, что получается. Получается, что артериолы в большей степени под метаболическим контролем, и, в общем, уровень концентрации нитратов относится к метаболическому фактору. В то время как тонус венул в большей степени под контролем нейрогенным, под контролем симпатических волокон. Когда мы смотрим на свои ладошки в ночь перед экзаменом, или утром перед экзаменом, нам кажется, что в основном артериолы контролируются симпатикусом. Нет, физиологи четко показали, что все-таки артериолы управляются метаболически, а тонус венул как раз управляется сосудодвигательным центром через симпатические волокна. Ну, я должен оговориться, что как бы я сейчас говорю о общепринятой, общепонятной цепочке, когда увеличение симпатического тонуса, учащение импульсов по симпатическим сосудодвигательным волокнам ведет к периферической вазоконстрикции, и это прежде всего веноконстрикция. Существует, друзья, существует артериолярная симпатическая дилатация, симпатическая вазодилатация, не удивляйтесь, когда Александр Григорьевич Геницинский, Леон Абгарович Арбели в 1923 году, да, 100 лет назад, описали так называемый феномен Геницинского Арбели, его потом назвали, когда утомленная мышца лягушки возобновляла свои активные сокращения под воздействием раздражения симпатического нерва. Оказалось, что вот в этом случае возбуждение симпатического нерва приводит и к увеличению перфузии этой мышцы, к симпатической, вот такой парадоксальной, симпатической мышечной вазодилатации. Это отдельный разговор, но в целом можно сказать так, что чем выше частота разрядов, частота импульсов, поступающих по симпатическим сосудодвигательным волокнам, тем больше венулы зажаты. А теперь посмотрите, что было открыто сразу после войны физиологом доктором Кенноном, Уильямом Кенноном и кардиологом доктором Розенблютом. Это так называемый закон Кеннона-Розенблюта, описанный в 1949 году, который гласит, что денервация тем больше повышает чувствительность к гуморальным стимулам денервация органа или ткани, чем под более мощным нейрогенным контролем находился этот орган или ткань ин виво. Смотрите, венулы находятся под нейрогенным контролем, поэтому когда мы вырезаем кусочек стенки вены, вена становится чрезвычайно чувствительна к низким концентрациям нитроглицерина, но этого не наблюдается на стенке артерии, потому что для артерии нейрогенный фактор никогда не является ведущим, для артериулы. Поэтому понятно, что денервированная вена гораздо чувствительнее к любым гуморальным стимулам и нитроглицерину, донатору, оксида, азота в том числе по сравнению с артерией, но это абсолютно не означает, что ин виво дело происходит таким же образом. Как раз ин виво-то чувствительность к гуморальным факторам в большей степени свойственна артериолам, поскольку для них это родной управляющий сигнал, природный, а вот нейрогенный сигнал является основным для венозного отдела сосудистого русла. Ну и на самом деле, друзья, ведь сколько бы мы с вами не разбирали, а мы сейчас обратимся к этим схемам, ну, может быть, наиболее современным, сколько бы мы с вами не разбирали разные механизмы вазодилатации на конечном этапе, на конечном этапе, в конце концов, оказывается, что исполнительным механизмом вазодилатации является то, что, ну, казалось невероятным в 80-е годы, казалось, вся физиология кровообращения уже истоптана вдоль и поперек, и вдруг откуда-то появляется какой-то связанный с эндотелием эндотелиум-дерайвд фактор вазодилатации, откуда он взялся, непонятно. Но через какое-то время он был идентифицирован как молекула оксида азота НО, а еще через какое-то время, в 98-м году, доктора Роберт Фурчгот, Луис Иньяро и Ферид Мюрат получили за это Нобелевскую премию, открыв, как оказалось, неизвестный нам доселе глобальный механизм вазодилатации, на который все завязано. Вот этот механизм здесь описан. Он не единственный, если говорить строго. Существуют еще другие механизмы, например, простагландиновый механизм работает иначе. Простагландиновый механизм повышает концентрацию циклического аденозинмонофосфата, как вы видите на схемке справа. Калиевые каналы работают иначе. Эндотелиновые рецепторы, неизображенные здесь, работают иначе. Но в целом на 90% вся наша физиологическая вазодилатация связана с воздействием азота на растворимую гуанилатциклазу, которая увеличивает концентрацию циклического гуанозинмонофосфата в гладкомышечном волокне, а в результате снижается концентрация ионизированного кальция, в гладкой мышце сосудов наступает релаксация гладкой мышцы сосудов, она же вазодилатация. Поскольку этот механизм чрезвычайно универсальный, чрезвычайно общепонятный для всех гладких мышц разного рода, и не только сосудистых, понятно, что создать на основе донатора оксида азота какое-то вещество, которое бы работало на сосудах одного типа, но не работало бы на сосудах другого типа, очень сложно. Гораздо логичнее предположить, и на самом деле именно это предположение сегодня оправдывается, в частности, теми аргументами, которые вам изложил сейчас я, что мы, увы, не имеем сегодня избирательных венодилататоров, которыми являются нитропрепараты, якобы официально, и не имеем избирательных веноконстрикторов. Если говорить честно, я бы больше хотел, чтобы у меня были бы в руках веноконстрикторы избирательные, чтобы у меня вместо норадреналина был бы какой-то препарат, который бы позволил мне на месте происшествия, на месте событий начать инфузию, ввести этот веноконстриктор, поджать тем самым емкостную часть сосудистого русла, а не лить с безумной скоростью разные препараты, включая те, с которыми больному потом придется как-то разбираться, например, гипертонические растворы хлорида натрия, в рамках низкообъемной реанимации. Вот веноконстрикторы мне бы были больше нужны. Без венодилататоров, как видите, мы на практике обходимся, думая, что они у нас есть, но нитроглицерин, нитропрусид, изосорбид, денитрат, мононитрат, изосорбида, это реально работающие препараты, которые действуют. Просто они не действуют через венодилататорный механизм. Они такие же артериолярные дилататоры, как любые другие. Ну, вот это то необходимое вступление, которое я хотел сделать в связи с классификацией вазодилататоров, какие они бывают. Они бывают артериолярные, в принципе. Это очень важное понимание. Когда вазодилататоры показаны, ну, поскольку мы с вами все работающие анестезиологи, обычно носим в кармане операционного костюма баллончик-пшикалку с каким-нибудь нитратом, я ношу либо нитроглицерин, либо изосорбид, денитрат, да. У всех какой-нибудь нитропрепарат обычно в кармане есть. Мы понимаем и практически используем эти препараты, конечно, прежде всего, при тех эпизодах артериальной гипертензии, когда мы понимаем, что артериальная гипертензия не связана с болью, с вегетативной реакцией на боль, с вегетативным ответом, потому что в этом случае мы введем не нитропрепарат, а фентанил, или добавим дозу в катетер, который подведен к нервному проводнику. Поэтому артериальная гипертензия, конечно, показание первое. Что касается сердечной недостаточности. Да, мы сегодня знаем, что вазодилататорная терапия способна лечить сердечную недостаточность, уменьшая застойные проявления, уменьшая постнагрузку сердца, и таким образом увеличивая сердечный выброс. Мы с вами об этом только что говорили, да. И сердечная недостаточность одно из показаний, и сегодня уже не сердечные гликозиды при хронической сердечной недостаточности являются первым препаратом, а как вы знаете, представители класса вазодилататоров, ингибиторы АПФ, да. Частным случаем сердечной недостаточности является левожелудочковый вариант, отек легких, и при отеке легких, если он не сопровождается артериальной гипотензией, мы тоже достаточно широко применяем вазодилататоры, для того, чтобы уменьшить постнагрузку левого желудочка, и тем самым дать ему возможность разгрузить малый круг кровообращения. Ну и еще одно показание, о котором мы тоже будем говорить, оно не простое, тут есть свои оговорки и подводные камни, я должен упомянуть, это управляемая артериальная гипотензия, которая может осуществляться с помощью вазодилататоров, а может осуществляться и без их помощи, и об этом тоже нужно знать, поэтому об этом отдельный разговор. Когда вазодилататор способен помочь нам увеличить сердечный выброс? Я напомню вам график, который я люблю демонстрировать, это очень наглядная картинка из достаточно старой монографии Орлова, Шилова и Ройтберга сократительная функция ишемия миокарда. Эта книжка издана в 87-м году и содержит очень интересный график, это монография, изданная под эгидой еще Академии наук СССР, и посмотрите, трехмерная картинка, трехмерное изображение наших возможных управляющих воздействий на производительность сердца и их результаты. Итак, по вертикальной оси, по аппликате у нас с вами сердечный индекс в литрах на квадратный метр в минуту, это как бы синтезированный на один график данные реальных пациентов у авторов. По оси абсцисс у нас с вами правопредсердное давление, давление в правом предсердии в миллиметрах втутного столба и здесь оно проградуировано от нуля и до 10 миллиметров втутного столба. Ну, правопредсердное давление ближайший коррелят ЦВД, как вы понимаете, да? А вот по ординате у нас общее периферическое сосудистое сопротивление. Здесь величины от тысячи до получается тут шаг шаг четыреста получается, что вот тут две тысячи шестьсот две тысячи шестьсот очень высокие цифры, да? И вот смотрите, что у нас получается. Ну, прежде всего, конечно, этот график наглядно демонстрирует, когда вы можете получить парадоксальную реакцию на объемную инфузию. Это тоже важный момент, о котором нужно помнить. Вы видите, что когда общее периферическое сопротивление невысокое, тысяча, увеличение правопредсердного давления, то есть наше движение слева направо по абсциссе, по оси абсцисс, приводит к замечательному, хорошему, предсказуемому росту сердечного индекса. Вот он, этот рост, да? Все логично. А вот когда сосудистое сопротивление не тысяча, а две тысячи шестьсот, вот здесь, вы видите, что в ответ на ту же самую доливку вы можете получить сваливание пациентов в декомпенсацию, то есть ему доливка не пойдет на пользу, по той причине, что вы будете иметь дело с очень высокой постнагрузкой. Когда постнагрузка высокая, увеличение преднагрузки может привести к парадоксальному падению производительности сердца. Но и реакция на управление постнагрузкой разная, посмотрите, когда правопредсердное давление высокое 10, наше движение справа налево по оси ординат фазодилатация, снижение ОПСС, движение вот в таком направлении, да, вот вот так, справа налево, вот сюда, это движение приведет к увеличению производительности сердца действительно, вы видите, что плохо управляется мышка, это такая очень инерционная она с высокой постоянной времени, значит, посмотрите, вот идет хороший, хороший рост производительности сердца, это при высокой преднагрузке, а при низкой преднагрузке, ну, практически ничего не меняется, что выброс при тысяче на на секунду на сантиметр в минус пятой степени, что при двух тысячах шестистах не влияет на него изменение общего периферического сопротивления при право-предсердном давлении ноль, вот это вещи, которые очень важно понимать, потому что и в ответ на доливку, и в ответ на вазодилатацию мы можем получать с вами разные эффекты, хочу показать вам несколько картинок и таблицу из очень интересной работы 2021 года в журнале, который называется просто и очень широко биология биологи очень интересная работа посмотрите оксид азота как центральная молекула гипертензии фокус на вазорелаксант активность новых донаторов оксида азота есть старые донаторы оксида азота а есть новые ну старые типа нитроглицерина да о новых сейчас поговорим вот в этой в этой работе во-первых дается очень хорошее теоретическое основание того что действительно ну как обычно я даю вам QR-код если хотите она вот по этому адресу в свободном доступе есть почитайте сами хорошее развивающее чтение значит действительно молекула оксида азота является центральным действующим лицом любой вазодилатации практически ну это не зависит от того получается ли оксида азота синтезом в клетке эндотелия вот клетка эндотелия вверху вот гладкомышечная клетка внизу да или оксида азота привносится донорами донаторами оксида азота какими-то препаратами ну в частности нитратами независимо от этого оксида азота воздействует на систему циклического гуаназин монофосфата увеличивается концентрация цгмф ну и дальше идут последствия которые связаны с активацией циклическим гуаназин монофосфатом определенного пула протеинки нас как это в сигнальных каскадах обычно бывает ну вот существует еще одна картинка еще одна иллюстрация которая иллюстрирует взаимодействие оксида азота с разными другими рецепторными системами вы видите и с рецепторами бродикинина типа B2 и с рецепторами представляющими собой ангиотензин превращающий фермент и с ангиотензиновыми рецепторами второго типа и с разными другими на самом деле как вы видите во всех этих сигнальных цепочках оксида азота а также ферменты которые его которые его синтезируют это и эндотелиальная синтетаза оксида азота и индуцибельная так называемая синтетаза оксида азота и реактивные формы кислорода реактивные радикалы кислорода играют существенную системную роль и играют в общем-то стереотипно в разных органах независимо от того о каких гладкомышечных клетках здесь идет речь но самое главное мое внимание конечно в этой статье привлекла вот эта таблица в которой сравниваются между собой донаторы оксида азота разных поколений но начинается не с самых старых конечно самый старый все-таки глицерил тринитрат то есть нитроглицерин он в третьей строчке а вот начинается с натрия нитропрусида ну натрия нитропрусид хорошо нам знакомый препарат многие доктора моего поколения и более старших поколений с ним работали мы помним что у него есть очень необычные особенности я сейчас я сейчас вот эту вот вот этот вот кусочек таблицы побочные действия я увеличиваю в увеличенном виде вставил на слайд именно по строчке нитропрусид натрия смотрите образование цианид иона мы помним что если много часов подряд вводить нитропрусид то образуется цианид и это не способствует улучшению состояния организма в частности нормальные функции как вы помните цитохромоксидазы рефлекторная тахикардия ну это рефлекторная тахикардия кстати хотя она здесь и не указана для нитроглицерина она и при использовании нитроглицерина наступает замечательно эндотелиальную дисфункцию авторы указывают ну и явление тахифилоксии или как они это называют здесь толерантность тоже довольно характерно обратите внимание что донатором оксида азота является эмалсидамин то есть препарат сиднонеминовой группы здесь это вторая строчка и таким образом объединение нитратов эмалсидамина донаторов оксида азота в группу венулярных дилататоров венодилататоров хотя оно и не оправдывается реальными эффектами на живых людях но тем не менее как бы хотя бы этим оправдан механизм фармакологический сходный следующая строчка глицерол тринитрат нитроглицерин наш с вами замечательный который очень похож на мононитрат изосорбида вот мы сегодня с вами знаем что есть динитрат изосорбида да а есть мононитрат который содержит один остаток нитратный я поэтому взял единый так сказать единый блочок увеличил его и вот какие здесь побочные действия на эти два препарата распространяются малая биодоступность при пероральном приеме но опять-таки эндотелиальная дисфункция и толерантность увеличение усиление оксидативного стресса вы помните на предыдущей картинке из этой же статьи взаимодействия оксида азота с реактивными формами кислорода это вот об этом речь как раз повышение аутокринной экспрессии эндотелина а вы помните что эндотелин один из мощнейших эндогенных вазодилататоров блокаторами рецепторов эндотелина так называемыми сентанами как вы помните сегодня мы лечим один из способов которыми мы лечим прекапиллярную легочную гипертензию в частности первичную легочную артериальную гипертензию очень неприятное и такое с плохим прогнозом в общем-то заболевание ну и кроме того индуцируется сверхчувствительность повышенная чувствительность квазоконстриктором ну наверное что бы я еще сюда добавил я бы сюда добавил рефлекторную тахикардию которую дает нитроглицерин и я бы сюда добавил еще одно свойство не очень приятное то что нитроглицерин сорбируется способен образовывать соединение с полиуретаном из которого сделаны большинство наших внутрисосудистых катетеров современных и с полиэтиленом и полипропиленом из которых делают системы системы для инфузий и таким образом мы с вами получаем некую систему для инфузии с катетером которая обладает какой-то насыщаемой емкостью если вы вводите нитроглицерин с постоянной скоростью то понятно что через какое-то время сорбционная емкость поверхности этих полимеров насыщается но какое-то время препарат сорбируется а если вы потом прекращаете инфузию через эту систему и через нее идет чистый физраствор или раствор глюкозы то происходит десорбция то есть больной продолжает получать нитроглицерин тогда когда вы его не назначали значит понятно что такие особенности фармакокинетики не хороши ну и кроме того надо добавить и вы знаете об этом тоже что и нитропрусид натрия и нитроглицерин разлагаются на свету то есть если делать все по правилам как положено то в принципе флакон или шприц надо делать либо светозащитными либо накрывать черным мешком и таким образом сохранять активный нитропрусид натрия или нитроглицерин ну более новые препараты вот например динитрат динитрат из асорбита да мы с вами говорили про мононитрат вот в этой таблице вот он очень похож на нитроглицерин практически неотличим а вот динитрат из асорбита отличается и вы посмотрите насколько мало они здесь перечисляют побочных эффектов причем я думаю это не потому что динитрат из асорбита и еще один препарат новый пента эритрил тетранитрат у которого вообще 4 нитратных радикала исследованы меньше они интенсивно достаточно изучались но все что про них можно написать кратковременный эффект несмотря на пероральную биодоступность ну нас конечно с вами интересует большей степени эффект при инфузии а из асорбит динитрат изокет изоденит доступен и во внутривенной форме и я вам покажу попозже дозировки которые рекомендуются и объясню почему эти дозировки достаточно трудно найти в правильной форме значит вот на самом деле вот множество из этих эффектов ну например сорбции никакой нет никакими полимерами используемыми в нашей медицинской промышленности разложения на свету нет да не нужно защищать емкости при эквивалентном эффекте купирования например ангинозного приступа да при эквивалентном эффекте купирования тахикардия на изосорбидоденитрате или на тетранитрате пентеритрила меньше ниже уровень тахикардии уровень увеличения ЧСС да не развивается толерантность ну и разные другие вот эти особенные побочные эффекты старых нитратов тоже для более новых препаратов для нового поколения не характерны поэтому в общем действительно определенные преимущества есть если захотите посмотрите эту статью она действительно очень интересная новая достаточно три года назад она опубликована и дает очень хорошую панораму разных нитропрепаратов с их биологическими эффектами но из показаний к использованию нитропрепаратов я бы хотел остановиться на управляемой артериальной гипотензии метод который имеет свою историю историю очень яркую я бы сказал драматическую хотя изначальная как бы изначальная посылка понятно при всем том что анестезиологический фольклор во всем мире построен на противостоянии с хирургом но тем не менее мы с вами должны обеспечивать хорошие условия работы нашим коллегам хирургам и идеальные условия работы хирурга это конечно совсем сухое операционное поле как на этой картине рембрандта урок анатомии доктора тульпа но к сожалению при этом больной не жив а уже не имеет кровообращения и такой вариант далеко не всегда возможен да кардиохирурги оперируют с циркуляторным арестом но это исключительная практика диктуемая особенностями сердца как центрального органа кровообращения а выполнять небольшие операции всегда под жгутом или всегда обескровливая ткань мы не можем поэтому управляемая артериальная гипотензия все-таки создает пусть не идеальные но какие-то приемлемые условия имея в общем-то две цели с одной стороны сделать операционное поле максимально сухим чтобы кровотечение не мешало хирургу ну и с другой стороны чтобы снизить кровопотерю это уже в любом случае в интересах больного но когда начали разбираться каким образом сделать операционное поле сухим и снизить кровопотерю понятно что конкурировали две гипотезы что же нам делать нам снизить минутный объем кровообращения для того чтобы уменьшить кровоточивость или нам снизить ОПСС и таким образом понизить артериальное давление вот многочисленными работами достаточно давно было показано что падение сердечного выброса не приводит к снижению кровотечения в ране если не сопровождается падением артериального давления а падение артериального давления даже в том случае если оно сопровождается нарастанием сердечного выброса уменьшает кровоточивость раны поэтому наша цель все-таки в большей степени и чаще снизить артериальное давление снизить его и конечно чаще всего мы его снижаем за счет ОПСС а не за счет снижения минутного объема кровообращения почему об этом говорю потому что исторически вы можете наткнуться на довольно экзотические способы создания артериальной гипотензии в интересах хирургов но к сожалению очень плохо управляемые ну например в свое время существовала такое существовала такая методика снижения выброса прокаиномидом вы видите несколько таких работ в британском медицинском журнале за 1953 год номер первый достаточно достаточно радикальный метод сочетание гексаметония бромида напомню что это миорелаксант гексаметонии да с прокаиномидом для контролируемой гипотензии ну насколько такая гипотензия контролируема это весьма спорный вопрос сегодня считается что контролируется она чрезвычайно плохо поэтому конечно сегодня такой метод никто не будет использовать ну и еще более экзотический метод который выглядит совсем анекдотично но больным было конечно не до смеха так называемая ливерпульская школа использовала доктора гриффит джилс да использовали тотальный спинальный блок прямо так это и называя это мы сегодня считаем что это катастрофическое осложнение да а когда-то говорилось о том что ну а что тут 48 год в журнале анестезия тораколюмбарная спланхник эктомия и симпат эктомия анестезиологическая процедура анестезиологическая манипуляция значит вот такая тотальная симпат эктомия высокий спинальный блок на фоне общей анестезии вы можете себе представить насколько управляемой гипотензией он сопровождается насколько он контролируемый конечно сегодня из соображений безопасности ничего этого мы не используем уже а пользуемся теми хорошо управляемыми вазодилататорами которых у нас по счастью достаточно много как определить управляемую артериальную гипотензию что это такое какое это снижение АД есть определение через среднее АД снижение среднего АД до 80-90 миллиметров тутного столба вы помните что тот технический минимум ниже которого нам нельзя съезжать из соображений кровоснабжения почек это 65 минимально допустимое вот ниже 65 мы никогда не должны съезжать да простите прошу прощения снижение систолического до 80-90 а среднего среднего вторая строчка до 50-65 то есть 65 и ниже 65 чем это плохо тем что такое снижение среднего АД ниже 65 оно допустимо только на короткий временной интервал на сегодня есть много работ в которых показано что превышение экспозиции субкритической артериальной гипотензии ну например 60 допустимо в течение там 10 минут 55 допустимо в течение там 7 минут а 50 допустимо в течение 5 минут но предположим вот такая логика такая философия то есть чем глубже артериальная гипотензия которая на какой-то период может понадобиться хирургам безусловно тем на более короткий период времени она допустима почему потому что угрозой является острое почечное повреждение ишемический канальцевый некроз совершенно доказанная вещь таких работ много можете посмотреть зависимость интервала времени в течение которого допустима гипотензия от величины этой гипотензии честно говоря мне более симпатичны мне более логичными кажутся не конкретные цифры будь то систолического АД или среднего АД а мне кажутся более логичными цифры в процентах вот когда мы говорим что управляемая артериальная гипотензия это снижение среднего АД на 30% вот эта цифра мне кажется более как бы более логичной и более понятной ну если мы говорим о например артериальном давлении 120 на 80 у пациента норма тоника среднее артериальное давление у него где-то чуть выше 90 миллиметров тутного столба в этом случае да значит таким образом мы с вами можем сказать что на 30 процентов на треть на 30 миллиметров тутного столба мы с вами можем снижать это эту величину среднего артериального давления да 30 процентов от 90 миллиметров тутного столба это 27 должно получиться да от 30 процентов от 100 это 30 миллиметров тутного столба какой-то такой диапазон понятно что мы все время крутимся где-то около около минимальной допустимой величины среднего ад по соображениям перфузии почек или чуть ниже нее поэтому это должно очень четко контролироваться и должен контролироваться временной интервал в течение которого такое артериальное давление допускается вот хороший очень кстати хороший очень обзор в журнале drugs лекарства 2007 год крестьян крестьян серж дегут каковы условия безопасности управляемой артериальной гипотензией безусловно это тщательный мониторинг артериального давления лучше прямой то есть с помощью катетера в артерии современные системы прямого мониторинга дают достаточно много информации автоматически измеряют среднее артериальное давление и они достаточно удобны и коротко помним о критическом артериальном давлении помним что красной чертой является цифра 65 и не допускаем цифры ниже 65 на протяжении более чем например там получаса никогда цифра среднего ниже 65 и пользуемся короткодействующими вазодилататорами для того чтобы когда вам перестанет быть необходимым снижение АД вы бы достаточно быстро его подняли это тоже очень важный момент который нужно иметь ввиду домокловым мечом над нами все время это я серьезно совершенно говорю должна висеть неуправляемая артериальная гипотензия ведь мы говорим об управляемом методе ужасаемся старым публикациям по поводу снижения выброса прокаиномидом и артериальной гипотензии с помощью тотального спинального блока а между тем посмотрите уже гораздо позже в 70-е и 80-е годы по данным британского конфиденциального опросника по переоперационной смерти четвертой по частоте причиной смерти и стойкого неврологического дефицита среди 750 больных пострадавших таким образом на операционном столе у 8% причиной была управляемая гипотензия и только неудачи интубации трахеи то есть ситуация CICV cannot intubate cannot ventilate о которой мы с вами будем говорить через неделю 17 июня неисправности дыхательного контура и аспирация прежде всего кислого желудочного задержимого опережают вот эту ситуацию неуправляемой вышедшей из-под контроля артериальной гипотензии в развитии смерти на столе и стойкого неврологического дефицита это очень важно помнить очень важно помнить и очень важно во-первых использовать прямой мониторинг артериального давления но в данном случае это одна из моделей Benavision а собственно все наши современные мониторы в этом плане достаточно хороши они имеют автоматическую индикацию среднего артериального давления ну видите 120 на 80 среднее 93 да они показывают кривую они позволяют оценивать форму волны они позволяют оценивать вариабельность пульсового давления как меру чувствительности к нагрузке объемом как вы помните да то есть в общем нужно при управляемой гипотензии стремиться к тому чтобы иметь катетер в артерии но не забывать при этом о манжетке мы с вами об этом говорили что наличие манжетки при этом уберегает от слишком поспешных действий чем все-таки снижают артериальное давление в сегодняшней практике ну начал бы я с положения тела пациента потому что как мы с вами увидим дальше на самом деле иногда достаточно и его и я в этом убедился на своей собственной практике когда начал использовать дексмедетамидин дексдор центральный альфа-2 адреномиметик не вызывающий артериальную гипотензию сам по себе как таковой но выключающий постуральную автоматику подстройки сосудистого тонуса под положение тела и таким образом позволяющий поддерживать такую артериальную гипотензию которая тебе нужна в то же время вернув тело в горизонтальное положение ты получаешь возврат показателей гемодинамики к исходным значениям но к огромному сожалению моему до сих пор в литературе пишут о том что с помощью испарителя можно купировать гипертензивные эпизоды во время анестезии да ну что касается средства для управляемой гипотензии ингаляционной анестетики используются крайне редко редко сегодня используются и ганглионарные блокаторы я не говорю о долго действующих но и о коротких типа арфанада и гигрония альфа-1 адреноблокаторы не часто используются альфа-2 адреномеметики которые могут давать подъем кратковременный подъем артериального давления при быстром введении но дальше за счет пресинаптического действия ограничивают выделение норадреналина в синапсах центральной нервной системы таким образом снижают артериальное давление типа клонидина клофелина и дексмедетамидина препараты ну клонидин использовался для управляемой гипотонии достаточно широко и собственно купирование гипертонического криза его единственное показание по инструкции но дексмедетамидин удобно использовать для управляемой гипотензии постуральным методом потому что добиваться увеличением скорости инфузии дексмедетамидина снижения артериального давления это крайне неэффективно крайне опасно потому что вам потребуются высокие скорости инфузии и делать так не надо бета-1 адреноблокаторы препараты уменьшающие выброс применяются иногда применяются ну например для купирования гипертензивных эпизодов при удалении феохромоцитомы наряду с альфа-1 адреноблокаторами но тем не менее не частый вариант а вот очень частый вариант безусловно нитраты часто используются ингибиторы АПФ в том числе и инфузионные формы ингибиторов АПФ сортаны о которых мы говорили это препараты которые блокируют рецепторы ангиотензина-2 сентаны блокаторы эндотелиновых рецепторов в малом круге сортаны блокаторы рецепторов ангиотензина-2 ну и пурины пурины тоже являются вазодилататорами особенно неселективные агонисты пуриновых рецепторов все эти препараты так или иначе могут быть использованы и наверное в разных ситуациях оптимальный препарат разный может быть ну могу сказать что ингаляционные анестетики для управляемой гипотензии это точно старый вариант но тем не менее в литературе вы можете встретить самые разные рекомендации самые разные описания и даже ну не совсем мне понятные восторги я не стал здесь приводить эту статью когда-то я увидел статью уже много лет назад как уропедилом замечательно вызывали вазодилатацию купировали гипертензивный эффект поперечного пережатия аорты при переходе грудного отдела в брюшной для операции на брюшном отделе и авторы особенно подчеркивали чем хорош уропедил что при пережатии аорты при наложении полного поперечного зажима на аорту на фоне действия уропедила сердечный выброс увеличивался возникает вопрос для чего увеличивать сердечный выброс когда половина тела отрезана от кровотока вот на самом деле прав Владимир Александрович Лищук много лет занимавшийся анализом математическим моделированием кровообращения когда он говорит в гемодинамике основной вопрос то что мы не знаем четко что такое хорошо и что такое плохо вот я вам могу назвать легко нормы сердечного индекса нормы производительности сердца для человека в покое но я не могу вам назвать норму для операционной для операционного стола много раз в этом убеждался длительные эпизоды гипоперфузии пациент уезжает без катехоламина в экстубированный из операционной короткий эпизод гипоперфузии гораздо более разрушительные последствия то есть мы наверное только подходим к тому чтобы понять вот эту понять вот эту закономерность как оценивать цифры производительности сердца для тех особых условий в которые мы сами вводим наших пациентов ну напоследок дозирование дексмедетамидина с которым я столкнулся начав работать с новой командой пластических хирургов в нашем университете да когда в среднем 0,3 микрограмма на килограмм в час мы вводим но вот что интересно что при том что при аккуратном использовании при использовании с помощью дозатора и соблюдении всех необходимых предосторожностей даже трехкратная передозировка когда в силу случайной ошибки пациентка получала вместо 0,3 микрограмма на килограмм в час 3 микрограмма на килограмм в час даже вот такая десятикратная передозировка не привела к развитию тахикардии артериальной гипотензии но за то что удобно то о чем я вам говорил что можно к ножному концу операционного стола было бы приделать стрелочку со шкалой артериального давления расположенной там где-то рядом и если вам не нравится цифра 80 на 40 которую вы достигли положением антитриндоленбурга например 25 градусов вы возвращаете пациента в ноль и он возвращается на 120 на 80 вот это очень удобно и на самом деле с пластическими хирургами как я говорил на недавней нашей встрече посвященной особенности монастезии в пластической хирургии в действительности необходимо максимально сухое операционное поле когда мне пару раз показали как выглядят веточки нервов которые нельзя пересечь а я бы их принял за нитку фибрина вране честно говоря я проникся этой необходимостью и мы выработали вот такой простой и безопасный метод управляемой действительно управляемой артериальной гипотензии по пустуральному способу ну еще раз возвращаясь к технике и дозировкам что можно использовать все-таки если мы применяем какой-то фармакологический подход фармакологически снижаем АД например при той же самой феохромоцитоме когда мы стремимся парировать эффект массажа опухоли который производит при своих манипуляциях хирург нитроглицерин ну 7 наверное это уже экстремизм но от 07 до 4 мкг на кг в минуту для внутривенной инфузии вполне нормальные дозы нитропрусид от 0,1 до 8 мкг в минуту помни о том что для этих двух препаратов нужна защита от света нужны ну в идеале темная система темные флаконы темные шприцы на худой конец хотя бы черный мешок на бутылку который вы можете надеть и объемным дозатором не типа шприцевого а проточным дозировать достаточно четко достаточно точно этот препарат динитрат из асорбита но я вам должен признаться что для того чтобы для изоденита найти дозировку не в миллиграммах в час которую очень любят давать а в микрограммах на килограмм в минуту я изрядно постарался нашел статью сейчас я вам ее покажу 97 года где были четко разложены вот такие привычные нам дозировки потому что к сожалению в инструкциях по применению все-таки миллиграммы в час или миллиграммы в минуту что-то из этого вот вот такой способ дозирования он нам более привычен потому что мы с вами все-таки все разные да значит что говорят вот вот в этой работе посвященной фармакокинетике динитрата из асорбита у здоровых волонтеров после 24-часовой внутривенной инфузии они говорят что низкие темпы введения это 1-2 микрограмма на килограмм в минуту а высокие темпы введения это 4-6 поэтому получается от 1 до 6 микрограммов на килограмм веса в минуту можно использовать эсмолол 500 микрограммов болюс затем от 50 до 300 микрограммов на килограмм в минуту ультракороткий бета-блокатор понятно что работает он все-таки снижением разовой производительности сердца но тем не менее тоже используется для купирования гипертензивных эпизодов во время анестезии если вы уверены что этот гипертензивный эпизод вызван не недостаточной аналгезией ну например купирование или предупреждение реакции на интубацию трахеи прессорной вот эсмолол хорош для этого ну и может быть друзья просто положение тела я выбрал бы последний вариант выбирал его много раз работая с пациентами пластической хирургии но вот эту статью про фармакокинетику из асорбидодинитрата если хотите посмотрите она в свободном доступе через research gate можете вот скопировать вот этот вот QR-код что нужно помнить опять-таки не устаю об этом напоминать так же как о прямой линии измерения AD только дозатором только дозатором все современные вазодилататоры и нитроглицерин и нитропрусид и изосорбидодинитрат это все препараты требующие точной дозировки и даже дексмедетамидин который вазодилататором не является строго говоря но обеспечивает нам возможность удобной постуральной управляемой гипотензии тоже дозатором не надо пользоваться никакими вот этими компромиссными штучками типа разных регулируемых крантиков типа электронных счетчиков капель или чего-нибудь еще все-таки современный дозатор в котором есть библиотека разных препаратов в том числе есть и библиотека включающая вазодилататоры современные поэтому пользуйтесь все-таки таким проверенным и надежным способом ну я рассказал обо всем что хотел вам сегодня доложить в заключении для усиления запоминания последнего слова привожу вам еще картинку советского дозатора который был изготовлен нашим ленинградским объединением красногвардеец в самом начале семидесятых годов такой простой двухшприцевой дозатор плужерный который выжимает два шприца а внутри этой коробочки собственно коробка передач обеспечивающая точное движение шприцов точное движение поршней заданной скоростью не забывайте про необходимость дозатора если вы вводите мощные препараты инотропного вазопрессорного или вазодилататорного действия это одно из важнейших условий безопасности я надеюсь что после короткой паузы я смогу ответить на ваши вопросы друзья иностранные